И-и-и, что, ребят? Всем огромнейший привет, меня зовут Банчикс, и я безумно рада вас видеть на своем канале. И сегодня мы вместе с вами будем открывать различные яички. Вот такие вот яйца я подготовила, вот такие яйца я подготовила, 10 разных яиц, и тут почти все олтовские. А еще, ребята, если мне выпадет легендарка в этом видео, я ее разыграю в своем телеграм-канале, поэтому переходите по ссылочке в описании. Также заценивайте мой новый скин в комментариях, оставлять ли его, либо же менять на старый. Ну а перед началом видео посмотрите маленькую рекламную паузу, а потом мы уже будем приступать к открытию. Star Pets – это лучший маркетплейс по роблоксу, где вы можете не только покупать и продавать своих питомцев, а также покупать роблоксы по очень выгодным ценам. Пополнение и вывод доступны для жителей всех стран самыми разными методами в самых разных валютах. Переходите на сайт starpets.gg и на их социальные сети по моим ссылкам в закрепленном комментарии. А еще, ребята, для вас я хочу сделать конкурс на вот такого райт питомчика – хаски. Чтобы принять участие в этом розыгрыше, вам нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк на это видео, включить уведомления на мой канал, ну и написать в комментариях свой ник в роблоксе. Победитель будет объявлен в следующем видео. Ну а ты выполняй условия, ведь все проверяет бот. Пока наши яйца будут выполнять задания, я буду рассказывать, какие легендарки отсюда выпадают. Первая легендарка – это вот такая вот сова. Вторая легендарка – это вот такой вот динозаврик. Шанс на них всего лишь 4%. На самом деле из-за этого яйца очень красивые легендарки, и они вроде бы как, ну, имеют нормальную таки ценность. Мне кажется, сова реально хорошо ценится на данный момент. Ну и я уже в школе, и мое яйцо открывается, и смотрим, кто же мне выпадает. И мне выпал комар. О нет, ребята, это комоновский питомец. Ну да, открытие пока что идет, ну, такое себе. Поэтому продолжаем, и надеюсь, не выпадут легендарки, и я разыграю для вас их. Следующее яйцо пусть будет городское. Отсюда выпадают тоже две легендарки, это горгуля и козел. Тоже довольно красивые легендарки, больше ценится вроде бы как горгулья, и я очень хочу ее выбить. Мое яйцо уже захотело поспать, и сейчас мы уже будем смотреть, кто же у нас вылупляется. И это не обычный питомец Тони Фрогмут. Ну, такое себе, если честно, ребят. Ну, пока что наше открытие идет не по плану, я думала, будет получше. Но ладно, не расстраиваемся, будем продолжать дальше. Следующее яйцо давайте пусть будет яйцо Юго-Восточной Азии. Отсюда выпадают две легендарки, такие как древесная кенгуру и нага-дракончик. Легендарки безумно красивые, ребята, и они уже реально ценятся. То есть, наверное, древесную кенгуру, либо же нага-дракона, можно обменять больше, чем на родделику. Ну, то есть, уже довольно-таки неплохо. Ну, и мое третье яйцо выпадает из ванны, и выпал редкий питомец Долгопят. У нас, знаете, сначала Камоновский, потом он Камоновский, сейчас редкий. Так, может быть, и недалеко до легендарки. Надеюсь на это, и будем продолжать дальше. И редкий питомец выпал, это Долгопят. Ну, довольно-таки милый питомец, я его люблю. Давайте следующее яйцо, пусть будет пенсионерское. Почему бы и нет? Я недавно открывала их, ребята, обязательно посмотрите на моем канале. Довольно-таки крутое открытие, так что всех жду, оно было не так уж давно. Ну, и отсюда выпадают легендарки такие, как Единорожка и Красный Дракончик. Если честно, мне кажется, Единорожку выбить невозможно. И Единорог у нас в Адопме очень ценится больше, чем в разделе, поэтому это вообще круто. Но Единорог выпадает, ну, супер редко, как будто он даже не выпадает, по сравнению с Красным Драконом. И четвертое яичко уже открывается. И смотрим, ребята, это опять редкий питомец, очень милый. Это вот такой вот кролик, если не ошибаюсь, да? Он очень крутой, я люблю зайчиков, кроликов, да? Поэтому, в принципе, неплохо, будем продолжать дальше. Так, ну давайте следующее яйцо, пусть будет лесное, почему бы и нет? Отсюда выпадают такие легендарки, как Ястреб. И, наверное, легендарка, которая получше Ястреба, это Лань. Мне кажется, она больше ценится, но лично для меня она вроде бы как ценится побольше, чем Ястреб. И я уже пришла на кемпинг, и сейчас мое яйцо захочет поспать. Поэтому сейчас уже будем смотреть, что же выпадет из лесного яйца. На самом деле, в кемпинге очень часто падают легендарки. Мне кажется, реально либо совпадение, либо на кемпинге реально шансы больше. Яйцо уже открывается, ребята, и смотрим. И, 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 что, ребята, это легендарка Лань. Просто посмотрите, какая она милая. Ребят, я просто в шоке. Это мега круто вообще. Я ее разыграю в своем телеграм-канале, так что переходите по ссылке в описании. Там будет конкурс после этого видео на эту Лань. Как бы всех жду, ну и Лань супер крутая. Конечно же, разыграю, не останется она мне, поэтому... Да, не особо радуюсь, но для моих подписчиков не жалко. Следующее яйцо садовое. И отсюда выпадают такие легендарки, как... Вот такой вот милейший грибочек и вот такая милая бабочка. Вроде как, игроки больше хотят получить грибочка, поэтому он ценится больше, чем бабочка. Но грибочек, он похоже на лунтик. И мне кажется, это реально прикольно. А бабочек уже много в Адобме. И отсюда мне выпадает долгоносик. Вроде как, это редкий питомец, либо же ункомоновский. Но ладно, в принципе, не так уж и плохо. Но все-таки, как бы после легендарки можно было этого и ожидать. Ну и давайте следующее яйцо откроем. Японское. У нас уже осталось всего лишь 4 яичка. И, кстати, если вы хотите, чтобы было больше открытий, например, открытие 20 олдовских яиц, например, с каким-нибудь блогером, я не знаю, как вам такая идея, ставьте лайки, если хотите больше открытий. Но тут я все-таки, наверное, передумала насчет яйца. И да, я открыла десерт яйцо, и мне выпал коммуновский питомец. Но, к сожалению, из-за телефона, проблемы с ним, у меня почему-то не заснялся этот кадр. Поэтому видео, как я открываю пустынное яйцо, к сожалению, у меня нету. И следующее яйцо будет мифическое. И отсюда выпадают такие легендарки, как Голдхорн и Феникс. Очень крутые легендарки. Мне очень нравятся и Голдхорн, и Феникс. Ну и оно захотело покушать. А я как раз в пиццерии. И сейчас мы накормим быстренько. Ну не накормим, оно само поест. И посмотрим, кто отсюда выпадет. И мне выпадает неплохой питомец, ребята. Очень красивый. Это ультрарезкий Вуверн. На самом деле, очень круто. Он вот так вот обнимает нас. Сейчас я выйду отсюда, чтобы было побольше места. И вот такой вот красивенький питомчик нам выпал. Все-таки неплохо. Довольно-таки вообще хорошо. Но, к сожалению, да, не легендарка. Но не расстраиваемся. У нас осталось два яйца. И будем открывать дальше. Не успела я выключить запись, как у меня яйцо захотела попить. Из японского яйца выпадают такие питомцы легендарные, как Баку и Манекин Эко. Но легендарки, если честно, такое себе не особо ценятся. Поэтому, ну, к сожалению, да. И из японского яйца мне выпадает... Вау, ребята, это опять ультраредкий питомец. Неплохо, ребят. На самом деле, это реально круто. Улитка, конечно, милая и красивая питомца. Но мне кажется, она все-таки какая-то скучная по внешнему виду. И следующее яйцо будем открывать вот такое вот океанское. Отсюда выпадает либо же акула или осьминог. Легендарки довольно-таки ценные, как и уже само яйцо. Океанное яйцо уже довольно-таки неплохо стоит. И на яйца я довольно-таки потратилась. Поэтому, ребята, от всех жду лайк. И мне выпадает... Что же мне выпадает? И вот такой вот необычный милый дельфинчик. Кстати, посмотрите, как он мне подходит под скин. Очень мило, ребят. Но это было последнее яйцо. Ребята, не расстраиваемся. Ведь мне выпала легендарка. И довольно-таки неплохое открытие. Вначале, конечно, нам выпали ну такие себе питомцы. Но к концу вообще было круто, ребят. Ультраредкий и даже легендарный. На самом деле, реально прикольно. Так как открывали всего лишь 10 яиц. Ну а это видео, ребята, подходит к концу. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Переходите в телеграм-канал. Ну а я вам желаю удачи. И до скорых встреч на моем канале. Пока-пока.